Уже с 18 марта в регионе ожидается потепление и среднесуточная температура поднимется до минус 5 градусов. Это хорошая новость для жителей, которые ждут прихода весны и теплых дней. Однако, помимо ожидаемого потепления, есть и другие факторы, о которых следует не забывать. Обычно пожароопасный сезон в Украине начинается в апреле, но в этом году есть вероятность, что первые палы могут быть зафиксированы уже в марте, особенно в южных районах. Там запасы снега составляют всего 30-50% от нормы. Сухая почва может поспособствовать развитию пожаров. В прошлом году пожароопасный сезон открылся в регионе раньше обычного. Первые термоточки, палы сухой травы и возгорания на землях лесного фонда были зафиксированы 28 марта. Во время прошлогоднего пожароопасного сезона огонь охватил рекордные территории. За сушливый июль и сухие грозы стали причиной возгорания. Сложная обстановка с пожарами сохранилась до середины августа. Очаги возникали в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. На землях лесного фонда края по итогам года было зарегистрировано 837 пожаров на площади более 850 тысяч гектаров. Наибольшие горимые площади пришлись на Яномайский, Охотский, Тугуро-Чумиканский район. В целом сухая погода, высокая грозовая активность весной и летом прошлого года привели к большому количеству пожаров, превысившему значение последних 20 лет. В лесах водились и режимы чрезвычайной ситуации регионального и федерального характеров. В большинстве регионов подготовка к пожароопасному сезону уже началась. Сейчас разрабатывают маршруты патрулирования, закупают оборудование и арендуют авиатехнику, которая будет доставлять лесных пожарных на труднодоступные участки. Как идет подготовка к пожароопасному сезону у нас в крае, узнаем у нашего гостя в студии Андрей Самойлов, исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Вот говоря о начале пожароопасного сезона, какие факторы вообще влияют на то, когда он может начаться и чего мы ждем в этом году? Ну, первый основной фактор – это сход снежного покрова. Мы прекрасно понимаем, что чем больше снега, тем мы меньше будем гореть. И ранний осад на это влияет. Прогнозировать мы не можем, потому что, во-первых, весенние-осенние пожары – это рук человека, так скажем. Летние пожары – это грозовая активность. То есть не тот, не тот фактор мы спрогнозировать не можем. Ну, какие-то, может быть, были рекорды по годам минувшим, когда пожароопасный сезон начинался максимально рано или, наоборот, максимально поздно? Да. Были такие случаи. В 2019 году первый пожар был зафиксирован 14 февраля. Ого. В Советско-Галанском районе. То есть сейчас, получается, мы по такому графику не идем. Сейчас, наоборот, снежного покрова хватает, чтобы оттянуть начало пожароопасного сезона. Правильно понимаем? Да. Но ожидаем пожароопасный сезон начала – это последняя декада марта, первая декада апреля. Но если вдруг наступит тепло, как вы уже упомянули, резкое потепление, то тогда здесь уже, как говорится, прогнозируется погода. Ну, вот смотрите, вы говорите о том, что достаточно сложно прогнозировать, но все-таки вы напрямую тесно взаимодействуете с наукой, с гидромедцентром наберете данные от них. Для чего это делается? Что это позволяет? Ну, в какой-то мере это позволяет спрогнозировать те же осадки. Мы рассчитываем, как говорится, и подтверждаются, вроде бы, осадки на март месяц снежный. То есть надеемся на них. Но опять повторюсь, что мы не знаем, какие будут плюсовые температуры. Если плюсовые температуры, он может у нас и за сутки сойти, этот снег. То есть да, в какой-то мере это помогает нам. Но все же, тогда давайте попробуем проанализировать, ну, если возьмем последние 10 лет, то какая тенденция по началу пожароопасного сезона и по его масштабности? Ну, масштабность, если берем 23-го предыдущего, давайте возьмем, масштабность 22-23-й год. Это горели, это аномально сильно. То есть цикл горимости это 20-25 лет в связи с тем, что накапливается горючий материал в лесу и который вспыхивает при грозовой активности. На 22-й, на 23-й год выпала горимость. И по площади, получается, более, вернее, чуть менее 23-й год, 800 тысяч гектар, 821-го сгорания. Но за 23-й год, то есть пожаров больше, но площадь меньше относительно 22-го года. Ну, наверное, еще плюс ко всему, раннее выявление пожаров помогает их ликвидировать быстро и качественно. При помощи чего у нас удается сделать в Халаровском крае? Совершенно верно, как вы отметили. То есть чем меньше площадь обнаружения, тем легче работать пожаром, то есть его тушить. В настоящий момент ведется и наземное патрулирование, и авиационное патрулирование, и система СДМ, то есть космос. И плюс к этому нам помогает дистанционный мониторинг, это наши камеры, установленные на возвышенности. 30 камер, которых мы также в режиме онлайн отслеживаем. А как, за счет чего осуществляется тушение пожаров? Тушение осуществляем наземным способом, это прямым контактом, авиационным способом. Также в наземном способе используется как встречный пал и ручная работа, то есть это топоры, мотыги, лопаты, ранцы. Ну что эффективнее всего сегодня? В комплексе. В комплексе. А вот у нас же очень большой край, и есть труднодоступные различные районы, территории. Как там происходит борьба с огнем? Да, совершенно верно. Северные районы отдаленные, на которых трудно добраться. В основном переброска сил и средств осуществляется воздушным транспортом. Это вертолеты Ми-8. Но, к сожалению, даже Ми-8, они не могут доставить в самую северную часть нашего края, потому что не хватает горючего. И следует дозаправка. На сегодняшний день мы прорабатываем вопрос, и в этом году откроется одно и отделение села Чумикан, и в следующем году села Нилькан, где будет создаваться резервный фонд топлива, чтобы судно могли дозаправляться. Кстати говоря, о топливе и прочем. Техника, топливо. Ну, во-первых, насколько мы технически готовы к пожароопасному сезону, если нехватка какой-то техники. Понятно, что ее много быть не может. И насколько вообще все это затратно пожаротушению? Техника, как вы уже отметили, техника готова к пожароопасному сезону. Остаются небольшие доработки. Это не технические в плане документации, но буквально на этой неделе уже все будет готово. С 2019 года нам было выделено порядка, с федерального бюджета, средства на закупку. То есть мы приобрели порядка 130 единиц техники. В этом году, в 2024, планируется на лесопожарную технику выделение, уже выделены средства. То есть закупка будет производиться от чистой лесопожарной техники порядка 3 единиц. Для охраны все порядка более 20 единиц. Ну и также в 2024 году выделены средства из федерального бюджета для программы, для закупки беспилотных летательных аппаратов, которые также будут использоваться. И с 2024 года мы будем активно применять дополнительно и для охраны, и в целях тушения не получится, но для обследования. То есть применять тушение для обследования. Ну будем ждать, когда новая техника появится у нас уже в крае, будет работать на благо нашего региона. Вы знаете, есть такая фраза, что пожар легче предотвратить по факту, нежели чем его потушить. Вот у нас какие меры профилактики сегодня действуют в Хабаровском крае, все-таки по предупреждению пожароопасных ситуаций? Совершенно верно. Профилактика – это порядка 50% минимизирует возгорание. Первое – это самое основное. Вчера дал задание, чтобы уже перед началом пожароопасного сезона начали оповещать людей в средствах массовой информации, то есть и радио, и телевидение, также рекламные щиты в городе, где можно, будем транслировать. То, что касается на землях лесного фонда, то есть в лесу, это аншлаги, это баннеры, вывески с различной, различной, как говорится, для лесопожарной тематики. Ну что ж, мы повторяем о том, что пожароопасный сезон в крае уже очень скоро начнется, и будут действовать ограничения, если вы не знаете какие, то читайте, пожалуйста, об этом внимательно. Если вы думаете, что одной искрой не сгорит целый лес, то попробуйте. Нет, хотя призывать дома что-то поджигать я, наверное, все-таки вас не буду. На студии был Андрей Самойлов, исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.